Чё как, с вами Камрад. В конце 2010-х годов в интернете началось бурное обсуждение независимой анимационной короткометражки «Отель Хазбин» от Вивьен Медрана. Пилот был опубликован на ютубе 6 ноября 2019 года и повлек за собой внимание со стороны множества издательств в штатах, создание денежных сборов на потенциально новые выпуски и появление крупной международной фанатской базы. Гостиница «Днище» обросла множеством слухов, мол, текучка кадров, заморозка и прочее, и пока что более бурную деятельность проявляет спин-офф «Адский босс». На да, тот самый проект про похождение конторы Блицса и его подчинённых со своей же фан-базой и со всеми вытекающими фан-артами с Луной. Покажи мне звёзды. Эмм, сэр? Какого хера? Луна! А, точно, у нас там посетитель. Почему Фури полюбили эту адскую гонщу, хотя она ведёт себя как сука, я до сих пор ломаю голову. Так, мы отвлеклись. А что там по похожим проектам в России? Совсем недавно я случайно наткнулся на проект «Привет из ада», чья работа производится нашими авторами. Сериал будет описывать жизнь и переключение главного героя в двух мирах — в нашей реальности и в преисподней. У него будет только одна цель на протяжении всего проекта, преодолевая всякого рода испытания. Разгадать смерть его близких и отомстить убийце. Нынешняя команда проекта состоит из новичков, желающих выпустить несколько эпизодов. И это их полноправный дебют. Пока информации про будущий веб-сериал крайне мало. Информация будет постепенно пополняться в их группе во ВКонтакте. Думаю, что если всё выйдет гладко, и своего зрителя «Привет из ада» всё же найдёт. Что было показано в трейлере. С давних времён люди жили с чувством того, что смерть — это неизбежная судьба каждого смертного. Такая теория была до недавнего времени. Смерть нельзя обмануть, но с ней можно подружиться. Демоны — вот судьба тех, кто смог договориться со смертью и быть в двух мирах одновременно. Смерть — это ключ, открывающий двери к истинному наслаждению. Закадровый голос вещает нам жуткую и интересную речь о том, что все живущие знают о смерти. И пока мы увидели только два персонажа — того демона, рассказавшего нам теорию, и главного героя. В моменте, где нам рассказывают о теории, можно увидеть характерные особенности. Первое. На стене изображена пентаграмма. Перечёркнутая причём. Второе. Перед столами две колонны. На правый глобус, на левой книга с той же пентаграммой, но с точным попаданием стрелы. В случае зачёркнутого всеми известного элемента, почему-то на ум приходит мысль о том, что существует некий договор между светлыми силами. Но так ли это? И как вообще трактовать попадание стрелы в книгу? Если у вас есть свои интересные теории, делитесь об этом в комментариях. Все необходимые информации о проекте находятся в ссылке в описании под видео. А на сегодня у меня это всё. Большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, делитесь роликом с друзьями, переходите по ссылкам ниже в описании. Вот такие дела. Не скучайте.